Заболела бабушка, и её пришлось оттуда сверху спускать вот сюда вот вниз. Потому что скорая просто не могла так спускать. На санночках. Скользко, хоть тюбинг-трассу открывай, жалуется Алла. Она и ещё под 200 семей из СНТ в Октябрьском районе каждый день, особенно когда снежно, рискуют попасть в сводку ЧП. Ассортимент опасностей поражает. На подъёме и спуске по улице Пригорная, недалеко от Калинина, можно сломать руку, улететь в забор или просто не попасть домой. Следы на дороге от того, что машины буксовали. Вот как ездить? Ни передом, ни задом. Администрация просто отписывается, что дорога не стоит на балансе. История дороги-призрака тянется шестой год. Микрорайон растёт, но никто не берёт на себя содержание участка. По документам, дороги тут просто нет. Хотя в Дубальгиз вроде как есть. Людям приходится отсыпать себе пути тем, чем, по идее, нельзя. Посыпать, да, залой всю дорогу. Залой? Ну а чем? Сегодня жильцы и активисты ОНФ взяли скользкую тему в свои руки. Пригласили представителей почти всех причастных ведомств. От департамента горхозяйства до управления архитектурой. Но ответов пока мало. Кто должен взять, подать документы на то, чтобы вот эту землю взяли на балансовый учёт, правильно? Люди мучаются. Одевают цепи, поднимаются, чтобы привезти себе в воду. Формируется генеральный план, это управление архитектурой. Предусмотрено строительство здесь в сети дорог и проезда. Новости неплохие. Раз в генплане эта улица появилась, есть надежда на благоустройство. Осталось подшаманить дорогу, чтобы она походила на объект капитального строительства, иначе её на баланс не взять. Обычную грунтовую улицу содержать власти не могут. Но речь о космических суммах из края или федерации только на проектную документацию и госэкспертизу участка надо 90 миллионов рублей. Ну потому что это новое строительство, здесь нужно строить не одну дорогу с освещением, с тротуарами, пока денег не нашли. В 2019 году, сообщают в управлении капитального строительства, городадминистрация уже участвовала в конкурсе с этой территорией. Но в финансировании было отказано. Очевидно, нужно пытаться ещё. Ведь временные решения, такие как подсыпка, раз в год жильцов тоже не устраивают. Пару дней назад, перед съёмками, тут прошёлся грейдер, администрация района заказала. Значит, есть возможность как-то действовать. В сути, вы за это место не отвечаете никак? Ну почему не отвечаем? Мы отвечаем за всю территорию района. Просто есть полномочия, например, полномочия у департамента горхозяйства есть, содержать объекты. Ещё вариант. Чиновники могут оформить дорогу как бесхозный объект и забрать на обслуживание. Но как это сделать правильно, придётся поломать головы. Ведомственная разобщённость некая, как раз является причиной. Земли нарезаны, а вот участок земли под автомобильную дорогу не выявлен. Управление имущества. Они, по большому счёту, должны являться инициаторами всей вот этой ситуации. Кто-то должен быть ответственный за вот эту новую надорожную покрытие. Если она не чаток, давайте я её отмежую, и всё. И она будет моя. Если город её не хочет. Анастасия Цыганова, Степан Майер, Новости Прима.